Владимир Баранов на церемонии награждения выпускников сегодня присутствовал во второй раз. Два года назад чествовали его внука Даниила, а теперь внучку Катю. Вместе с супругой Владимир взял опеку над внуками, когда тем было 2 и 4 года. Вспоминает, тогда ставили перед собой лишь одну задачу – вырастить хороших и достойных людей. С хорошими людьми. Ну, а потом уже образование, качество образования, естественно, это уже потом. В первую очередь, даже если бы образования не было, и будут они хорошими людьми, это уже успех. Говорят, что вот детство с бабками за стулья. У них у самих тоже за стулья есть. Они ответственные, постоянно приходят на парады, постоянно у вечного огня дежурят. Ну и учатся хорошо, помогают. Катя растет патриотом своей страны. Учится в кадетской школе, участвует в парадах и гордится полученными за это медалями. Поступать собирается на филологический факультет, мечтает стать учителем. Я была вдохновлена своим учителем русского языка и литературы Ольгой Викторовной Старцевой. Для меня она всегда служила примером того, как нужно преподносить материал, всегда было интересно на уроках. И вот моей мечтой стала стать такой же, как она, и дарить детям не только просто сухие знания, но также, чтобы эти знания им пригождались в жизни. Вопускникам школ Самары из числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, сегодня вручили сертификаты на получение единовременного пособия и памятные подарки. Эти 10 школьников показали хорошие результаты в учебе, спорте, принимали активное участие в общественной жизни. С ними встретились глава города Елена Лапушкина и председатель Думы Самары Алексей Дегтев. Глядя в молодые, такие одухотворенные, красивые лица, понимаю, что эти ребята совсем скоро, очень скоро, даже глазами не успеете моргнуть, как вы будете заниматься развитием, строительством нашей жизни в дальнейшем, нашего города, нашей страны в целом. И, конечно, на вас очень серьезное ответствие. Вы закончили школу, по большому счету, это такой первый шаг. Впереди у вас будут и новые победы, и новые неудачи, но такова жизнь, и неудачи нас тоже многому учат. Я просто хочу пожелать, чтобы этих неудач в вашей жизни было меньше, а побед, достижений с каждым годом только прибавлялось. Позади колоссальная работа, она совместная, конечно, она идет от вас, от людей, которые находились, находятся все это время рядом. Конечно, это работа педагогического коллектива, каждого образовательного учреждения. В целом городской системы наверняка уже обозначили свою дальнейшую профессиональную образовательную траекторию. Поэтому стоит сегодня пожелать максимально забрать на ЕГЭ баллы, чтобы реализовать свои планы. После торжественной церемонии ее участники смогли пообщаться с главой города, задать интересующие вопросы. Ребята рассказали о своих планах на будущее, о выбранных вузах и специальностях. Поздравила Елена Лапушкина и попечителей. Им вручили благодарственные письма главы Самары. Сейчас на территории города в замещающих семьях воспитываются 1860 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно выпускникам школ этой категории выплачивается единовременное пособие. В этом году его получат 49 выпускников. С 2010 года выплата была предоставлена 847 детям. Галина Топилина, Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. Галина Топилина, Виктория Шарая, Николай Епифанова. Продолжение следует...